Саммит «Большой семёрки» в этом году был необычным. Не только потому, что лидеры стран G7 первый раз с начала пандемии коронавируса встретились лично, а ещё и потому, что в Великобританию впервые в должности президента США прибыл Джо Байден. Главной темой нынешнего саммита стала борьба с коронавирусом. Страны G7 намерены предоставить бедным странам более 2 миллиардов доз вакцин против ковида. Много внимания участники встречи уделили и проблеме изменения климата. «Семёрка» намерена расширить до 100 миллиардов долларов ежегодное финансирование борьбы с изменением климата в рамках Парижского соглашения. Основной международной темой стали отношения с Китаем и Россией. Я думаю, что мы соревнуемся не столько с Китаем, а с автократами, автократическими правительствами во всём мире. Не знаю, смогут ли демократии соревноваться с ними в быстро меняющемся 21 веке. Ангела Меркель и Джо Байден при личной встрече обсудили в том числе газопровод «Северный поток-2». Как для Берлина, так и для Вашингтона крайне важно, чтобы транзит природного газа из России через Украину сохранился, отметила Меркель. Большая Семёрка призвала Россию, цитата, «срочно расследовать и объяснить применение химического оружия на её территории». Члены G7 настаивают на том, чтобы Москва прекратила систематические репрессии против независимого гражданского общества и СМИ. Отдельная часть заявления посвящается войне на востоке Украины. Москва должна действовать в рамках взятых на себя международных обязательств, а также отвести, цитата, «российские войска и технику» от восточной границы Украины из Крымского полуострова. Вместе с тем, страны-семёрки указали, что заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой и будут продолжать взаимодействовать с ней, цитата, «в областях, представляющих взаимный интерес». G7 объявила также о глобальном инфраструктурном проекте в противовес многотриллионной китайской инициативе «Новый шёлковый путь», которая намерена связать Китай напрямую через Центральную Азию с Европой и Африкой.